В выявлении ковида Молдова всё больше полагается на экспресс-тесты. Из статистики Министерства здравоохранения за вторник на них пришлась половина всех тестирований, а в понедельник – две трети. А всего несколько недель назад Алла Халаку, заведующая лабораторией Национального агентства общественного здоровья, заверяла, что из-за угрозы повсеместного распространения омикрон-штамма приоритет будет отдаваться ПЦР-тестам более точным. Если мы используем тесты, нечувствительные к омикрону, это всё равно, что мы вообще не проводим тесты. Это не имеет смысла. При таком количестве экспресс-тестов мы ниже предела обнаружения. Мы не выявляем всех. Международный эксперт в области охраны здоровья Алла Токарчук приводит в пример Приднестровский регион. В последнее время на него приходится почти половина регистрируемых случаев. Токарчук считает, что это связано с разницей в подходе к тестированию на правом и левом берегах Днестра. Приднестровье проводит меньше тестов, но выявляет больше случаев. И это потому, что всем, у кого есть симптомы, делают ПЦР-тест. У нас его делают для выезда за границу, а при наличии симптомов выбирают тест на антиген. Приднестровье лучше выявляет, чем мы. Там население 300 тысяч. У нас почти 2 миллиона, а заболевших столько же. Мы попытались узнать в Национальном агентстве общественного здоровья, каким количеством экспресс- и ПЦР-тестов располагают власти, а также, когда будут ввезены усовершенствованные тесты, чувствительные к омикрон-штаму. Но нам сказали задать эти вопросы на еженедельной пресс-конференции Министерства здравоохранения. И это при том, что, по прогнозам экспертов, сразу после праздников Молдову может захлестнуть новая волна ковид-заболеваемости.